ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мы instagram подписывайся сегодня вас приглашаю интересный выпуск прогуляемся по олимпийскому парку покажу здесь что есть какие-то расскажу лайфхаки и какие есть новшества либо те моменты которые сочи не коснуться досматривать выпуск обязательно до конца ставьте лайк этому выпуску и самое главное я вам в конце выпуска покажу грандиозную стройку которая возможно многим даже из вас испортит отдых давайте начинать погнали так мы сейчас с вами находимся в олимпийском парке напротив вы можете видеть сочи парк сейчас покажу вам его поближе есть детский картинг есть крытый сочи парк там есть диноклуб открылась новая магия иллюзия с той стороны есть музей тесла взрослый картинг и вот такая вот огромнейшая длинная аллея на которой можно покататься на электрических прибамбасах самокаты можно взять шеринговые да либо взять вот такие вот на прокат выбор огромнейший даже не скажу что он огромный ребята он реально огромнейший здесь на любой цвет на любой вкус какое приложение вам нравится такое берите целом я уже снимал выпуск про самокатный шерин как брать сколько стоит и так далее посмотрите обязательно вот так он выглядит в описании я конечно же оставлю ссылочку сочи парк крутые аттракционы по цене я вас не сориентирую просто лучше заходите на сайт сочи парка и там ознакомливайте потому что они от сезона отдать конечно же плавают что касается самого сочи парка меня спрашивали как-то и в ю тубе писали и в instagram писали в директ мол работает ли потому что дети хотят ребят работает вот вы сами можете все увидеть вон ездят горки вон эта штука поднимается нет никаких типов истории мол через одно кресло нет все забито плотничком я думаю что у нас не будут терять деньги несмотря несмотря ни на что вот все работает вот это вот история американские горки тоже функционирует может быть сейчас нам в кадр попадет как там верещат люди и колесо обозрения тоже работает здесь для тех кто с детьми я хочу вам показать очень классную площадку тоже неоднократно показывал вот она она очень большая она очень длинная да так она получается растянута она очень современная мы очень часто сюда приезжаем на них гулять деткам очень классно а за детской площадкой находится автодром где проходят гонки и самое что интересное что можно купить билеты да и сесть вот на те трибуны а можно просто прийти сюда с ребенком либо дойти до конца вон того моста либо вместе с детьми залезть на эти горки и посмотреть как проходит горки гонки я в принципе всегда таки делаю и вот как я и говорил возможно нам повезет ну и конечно же нам ребята повезет мы сейчас мы сами вот наблюдаем как катаются ребята сейчас будут пищать полетели кто хотел бы прокатиться пишите в комментах а может быть кто-то катался какие у вас эмоции были вот таких болтает ну и вот как раз да видите наверняка видно что ваши но ответ на ваш вопрос нужны какие-то маски либо дистанции ничего не делается здесь тихо спокойно и вот они полетели вниз красота ну и собственно вот можно заметить отель богатырь вон там стоят краны мы туда как раз вами направляемся посмотрим как дела на морюшке посмотрим как пляже ух каких бабахнула вверх прям с таким звуком меняешь пришлось обернуться так цветные мостики здесь конечно своя атмосфера по вечерам потому что богатырь подсвечивается все подсвечивается колесо обозрения тоже подсвечивается а вот эти мосты они клёвые потому что ну издалека классно можно сфотографироваться их 5 штук они раскрашены в цвет олимпийских колец вот мы с вами двигаемся по синий желтая чё там дальше черная красная и зеленая ну и конечно шикарнейшие виды открывается здесь мостов на заснеженные горы гляньте правды сегодня не видно потому что там тучки так вы с вами спустились с дорожек и дальше попадаем вот такую локацию здесь пошли уже олимпийские объекты в этот стадион фиш вот это по моему это конькобежная какая-то история также есть трибуны там находится факел олимпийский давайте сейчас с вами тоже туда пройдем посмотрим лучше всего конечно но сюда приехать погулять прям можно все посмотреть конечно ногами походить но лучше всего конечно взять какую-то вот электрическую историю чтобы прям все максимально объехать всем полюбоваться вы можете заметить что таких очень и очень много а также слева есть планетарий который в мае уже начнет функционировать мы как-то хотели зайти сюда в этом месяце и он что-то был закрыт не знаю по какой причине либо либо потому что выходной просто не были бы он еще не функционирует есть туалеты вот такие белосиние почти все открыты поэтому за это можно не переживать до туалеты основной момент вообще в принципе в сочи потому что их в принципе достаточно но они как правило все закрыты но в олимпийском парке но они открыты вон еще одни и они открыты вот те всю зиму работали так а мы с вами отправляемся к факелу олимпийскому огню который работает поет но не днем вечером вот ребята мы с вами попадаем факелу он же поющий фонтан и здесь такая большая фут-зона ну и конечно же как же без них это прокаты здесь все в прокатах вот я вот прям как и говорил на любой вкус цвет я не знаю их абсолютно абсолютно много ну также есть такие вот видите типа бамблви истории для деток можно сфотографироваться здесь вечером собирается огромнейшее количество людей сейчас по моему в 19.00 включают фонтан ближе уже лету будет по моему 8 ну в общем узнавайте на сайте официальном да во сколько здесь включается всегда по-разному мы как-то раз приходили они просто там просто не работал вот он даже не подсвечивался бывает и такие моменты вот такая площадь люди самые горюк интересно это просто взять электрические что-нибудь электрическое и покататься чтобы понимали вечером вот здесь все заставлено людьми здесь ну реально очень много людей если мы сейчас идем можно просто вот так вот полюбоваться на этот факел такой красивый бла-бла-бла стадион вид что арена шайба то вечером здесь просто вот это все усыпано людьми я хочу вам показать еще одну локацию сейчас сами подойдем поближе я умею покажу в общем ребята вот она локация который хотел показать это значит памятник и на ней выгравлены все наши чемпионы бронзовые серебро и золото ну и соответственно также это полно странные в общем такая классная локация кто тут будет обязательно подойдите ознакомьтесь интересно сделано ну такая да свое родом фото зона мы с вами отправляемся дальше газончики все аккуратно подстрижены все готово уже к сезону мы здесь но в принципе мы как здесь зимовали здесь ничего и не менялась ничего не разрушалась ничего и не улучшалась то есть вот мы как приехали сюда осенью в принципе как олимпийский парк был вот такой такой он и есть никаких изменений не видел кроме того что стало даже чуть больше вот электрического проката и по открывались почти все туалеты в целом все мы с вами уже будем выходить из олимпийского парка и вы можете посмотреть вот тут какая огромная территория проката это вот там получается факел вот там мы с вами шли там вот этот мост вот он планетарий а мы с вами будем двигаться дальше в сторону пляжа вот нас виднеется отель богатырь тут парковка и непонятно что за территория я вам также хочу показать немножечко сочи парка точнее его пред территорию вот мы подошли к колесо обозрения здесь такая символика лукойла машины заправка ну для детишек актуально и с вами получается поднимаемся вот такой мост откуда можно увидеть интересную панорамную картину так дальше мы спускаемся вниз здесь кстати и для детишек есть такой прокат машины да то есть они берут и катаются по кругу интересная такая история тоже так идем с вами еще в гору в гору в гору и уже отсюда я думаю вам будет видно открывается вид на грандиозную стройку вот первое значит смотрите сразу люди которые возьмут себе номера в отеле богатырь где-нибудь сверху с видом на море то знаете у вас будет вид на грандиозную стройку что за стройка сейчас подойдем поближе я вам покажу засветим паспорт объекта в общем сами все увидите и поймете и также вот отель но это как бы такой комплекс учебный но тем не менее там есть номера вот они все здесь тоже там будет стопроцентный дискомфорт кто заселится поэтому и при заселении до при выборе отеля номера какой будет вид с номера то будьте внимательнее более так сказать тщательно выбирайте и мы с вами видите тоже попадаем на такую такую локацию где очень много самокатного шеринга выбирая не хочу есть такие вот тук-туки можно взять довезут куда хотите значит переходим с вами дорогу все за забором есть вот указатель с красной стрелкой налево на набережную я когда здесь оказался в первый раз я вообще потерялся думаю как так мы же здесь всегда ходили мы сюда парковали машину то есть вот он был заезд прямо на парковку а сейчас нет я очень долго не мог въехать точно я вообще здесь то есть вода видите вот богатырь вот они окна и получается все будет идти на стройку но здесь уже начинается вот это стройка с лужами и переходится вот так вот нам с вами месте обходить я надеюсь вам будет слышно все звуки строительных работ и они слышны даже и в олимпийском парке вот на мосту по которому с вами передвигались я вам показывал даже там слышны я вообще стараюсь говорить громче потому что все перебивает там болгарки режут учета там трактор но я не знаю раньше здесь еще были такие очень сильные стуки они сбивали свои то сейчас они по моему уже все все забили наверное но это не точно возможно переместились и все еще только предстоит но в целом вот ребята вид такой раньше зовут этим вот забором там была такая туристический туристический проход я это назвал где были всякие палатки детские аттракционы как кто-то мне написал что это вообще типа колхоз наконец-то все убрали но возможно наконец-то все и убрали но люди-то приезжают на отдых отдыхать спускать заработанные деньги веселиться там я не знаю пиво пить там я не знаю есть шашлык-машлык все это было в этом туристическом проходе а сейчас там вот такая грандиозная стройка раньше вообще я вот этого даже не видел что здесь было а сейчас тут даже открылся вид на какое-то старинное здание хорошо хоть не вырубили кипарисы но то есть раньше вот этого тоже не было это было как-то аккуратно и красиво спрятано сейчас вот все это вывернули значит стройка это началась еще по моему по моему в этом году сейчас точно подойдем к паспорту объекта все посмотрите нажмете на паузу если хотите да ознакомитесь самое главное что говорю когда вот вы будете выбирать себе отель снять вот и мои по моим рекомендациям лучше здесь ничего не снимать в кстати я тогда показывал что здесь так вдоль забора стояла столько мусорок была такая ваниши и их сейчас убрали то есть их нет возможно после видео оно набрало прилично просмотров если это благодаря нам с вами что вы поддерживаете делаете репосты это все убрали это конечно очень круто так вот паспорт объекта сейчас я покажу вот можете нажать просто на паузу и посмотреть ознакомиться окончания только двадцать третий год то есть все года будет просто шальное неудобство и конечно здесь сместиться туристический поток вот тогда мы с вами здесь гуляли здесь еще вот эти палатки были открыты сейчас все им короче лавочку прикрыли все за забором я не знаю конечно как все будет демонтировать такие убытки понесут предприниматели такая здесь была кормушка а сейчас все ну вот по крайней мере боха ресторан пока функционирует он кстати он заработал работает в полном режиме хотя раньше тоже был закрыт так и мы с вами попадаем к пляжу давайте посмотрим как дела здесь как здесь идет подготовка к сезону вот видите все закрыто за забором раньше здесь был такой большой детский парк веревочные всякие различные и попадаем с вами на пляж давайте поглядим ой как здорово ну что вот такой вот у нас вход на пляж море сегодня до море сегодня бушует волны такие нормально его первый раз вижу оранжевые подушки на этом берегу в олимпийском обычно это фиолетовый и красный а вот сейчас появилась такая зона оранжевых подушек но здесь чище здесь конечно чище море чем в адлере потому что река дальше наверное на тех вот пляжах бархатные сезоны там конечно будет тоже цвет моря коричневый даже дождяки еще идут так смотрите открылся прокат сапов можно брать катать даже вот в такую погоду море кстати сейчас 12 градусов купаться конечно можно но холодно если снимите сапом дать дадут термо костюм 500 рублей костюм и 500 рублей сама доска на 1 час кстати мы тоже катались попали в стаю дельфинов классно так посмотрите выпуск вот так он выглядит и ссылочка будет в описании под этим видеороликом гальку так смыла вид на стадион фишт здесь в общем в мае когда вы приедете отдыхать в этой части набережной ребята ловить будет нечего потому что здесь все палатки и все что относилось как-то к слову турист все по закрывалась ничего не работает ведется грандиозная стройка я вам уже показал затянется до 23 года и если все пойдет хорошо да как обычно это при строительстве бывает но зато я думаю пляжи здесь будут минимально пустые здесь в этой части можно будет хотя бы отдохнуть и хотя бы нормально покупаться вот этот пирс за пирсом находится пляж роза хутор почему-то там сейчас ничего особо не ведется посмотрим как будет в ближайшие и ведь 1 мая открывается сезон туристический сезон откроется и почти и почти много пляжи уже будут готовы встречать своих гостей вот такой вот видеоролик у нас сами получился я очень надеюсь что для многих это было сейчас ценная информация уделите одну минутку своего времени сделать репост данного видео в свои социальные сети это очень помогает развитие канала конечно нажимайте лайк пишите комментарии что скажете насчет данной стройке а может быть кто-то уже из вас забронировал жилье себе где-то в этой окрестности и сейчас понимаете что ходить к морю будет проблематично особо с точки зрения туристической истории здесь ничего нету и придется сдать и поменять на какое-то жилье получи если вы выбираете эмеретинку а я с вами прощаюсь увидимся уже завтра с вами в новом видеоролике с вами был канал семья на чемоданах пока